Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все мы уже готовимся Хотелось бы поинтересоваться В первую очередь у всех наших гостей Есть ли у вас уже новогоднее настроение? Появилось ли? Ну, я думаю, что те люди, которые знают, подписаны на меня в социальных сетях, знают, что я делаю новогодние игрушки Поэтому новогоднее настроение у меня, как правило, уже с сентября И это такой мой посыл миру и городу Я уже начинаю их публиковать И уже люди начинают мне звонить и спрашивать И, конечно, мы в салоне «Знавесочка» тоже уже продумываем какую-то программу к Новому году У нас будет цикл этих программ И, может быть, новогоднее какое-то оформление То есть я как дизайнер, как декоратор уже нахожусь в этой новогодней суматохе Суете, это мне прям так кайфно Я очень люблю Да, я очень все это люблю И вот только это мне позволяет пережить этот снег и слякоть На самом деле я ее не люблю Новый год — это всегда преображение к чему-то новому Какие-то изменения, становления Волшебство Волшебство, да И я уверена, что Новый год Можно не любить день рождения И какие-то другие праздники Но Новый год любят все В любом возрасте И ждут какого-то чуда волшебства Будем ждать Будем готовиться вместе с нашими гостями Да, и хотелось бы поговорить о осеннем волшебстве Которое у нас в преддверии конца осени Нас ждет прекрасное волшебство в нашем городе для наших леди Ну, или для тех женщин и девушек, которые хотят или мечтают стать леди Об этом я хочу поговорить с Еленой Сурковой С нашим замечательным стилистом Елена, расскажите нам, пожалуйста Что вы готовите? Какой сюрприз, изюминку? Потому что что-то мы знаем Ну, вот хотелось бы услышать это от вас В преддверии Нового года Курс начнется, скорее всего, в начале декабря Сейчас идет набор Я готовлю новую программу для женщин Эта программа будет называться «Измени себя, не изменяя себе» Это программа преображения Длительностью она будет проходить 4 месяца Длительность этого курса, этой программы И трансформация девушек и женщин на этом курсе, конечно, будет колоссальная Потому что я очень долго готовилась к этой программе Я на опыте своей детской школы Я вижу, как у меня дети 8-9 лет меняются после этой школы В прошлый раз, когда я была у вас на передаче в августе месяце Я как раз набирала деток в школу Сейчас у меня учатся около 50 детей, девочек От 8 до 14 лет Второй месяц они у меня учатся Они уже у меня изменились Они уже стали другими Они очень боялись сначала ходить на занятия Потому что, ну, страшно Зона комфорта нет Они выходят из нее Я новый человек в их жизни Сейчас они бегут на занятия С горящими глазами Бегом Родители иногда в панике Они говорят Лена, что ты с ними делаешь? Они готовы все, что угодно сделать Пятерки Там никуда не ходить Лишь бы идти в твою школу Что вы там делаете с детьми? Я просто... Во-первых, я люблю детей Во-вторых, я к этому готовилась И программа действительно очень интересная Но там она больше на детскую психологию Здесь программа для взрослых Она без возраста, эта программа У меня учатся от 8 до 65 лет Старшей ученице было 65 лет И, в общем-то, результат есть у всех То есть эта программа, получается, начинается с какого возраста Вот этот курс? И вообще он первый раз? Или это уже была практика? Такой курс у меня впервые Я очень... У меня были другие разные курсы У меня были отдельные курсы по макияжу Отдельные курсы по изменению женщины По стилистике были курсы А эта программа сбалансированная Она совсем другая Что такое леди? Леди — это понятие очень разностороннее Сюда входит не только ваш внешний вид Если вы выучитесь макияжу Но будете ходить с кривой спиной Или некрасиво разговаривать Или некрасиво кушать Или некрасиво общаться То вы не произведете такое впечатление Которое могли бы произвести Леди — это разностороннее понятие Это и внешний вид Это и ваша речь Это и ваша походка-осанка Это и внутренние изменения Потому что на этом курсе у меня и работа С психологом по внутренним изменениям женщины Поэтому здесь очень разносторонне я буду заниматься И не только я, и преподаватели школы будут заниматься Я буду приглашать разных интересных людей Которые интересны были бы женщинам Для того, чтобы женщины менялись И трансформация будет колоссальной Просто вот Смотрю на наш стол Сегодня его украшают Такие замечательные хлеб-булочные изделия Выпечка, свежайший запах витает вокруг Это всё, Ирина Да, и жаль, что наши телезрители и радиослушатели Не могут услышать этот запах хлеба Но они могут его попробовать Да, и послушать Ирину Безродную Которая для своей реализации в жизни Выбрала сферу питания Ирина, почему именно вот эта сфера жизни? Ну, я достаточно разносторонний человек И вообще я финансист И по натуре, наверное И по призванию изначально И по своей работе Но вот выпечка Это всё время было моё хобби Мне всё время нравилось радовать Моих родных, близких Какими-то вкусностями И когда в доме присутствует запах Выпеченного хлеба Либо ванилина Это вот просто незабываемое впечатление Все приходящие к тебе в дом Чувствуют уют, тепло И какую-то доброту И поэтому вот моя мечта Скажем так Вот на сегодняшний момент Наверное, осуществилась У них было много Но вот одна из них Вот она такая вот Какая-то глобальная И вот благодаря Моим любимым, родным, близким Вот это вот свершилось То есть И почему он семейный Да, мы говорим о семейном кафе Там о семейной маленькой небольшой пекарне Потому что это на самом деле Семейный бизнес То есть это было две семьи То есть моя семья Да, и семья моего родного племянника Михаила Тимофеева И соответственно Вот мы почему-то так вот собрались Была моя идея Мы собрались И решили вот открыть пекарню Пекарню именно ремесленную Именно крафтовую С вкусными хлебами С натуральными хлебами То есть без добавления дрожжей Да, на натуральной закваске Чтобы это было вкусно, полезно И самое главное Что да, вот Мы все бизнесмены Мы все понимаем о том Что извлечение Прибыли Прибыли Должно быть Но в нашей ситуации Да, это конечно тоже присутствует Но при этом Мы хотим радовать вас Вкусным хлебом То есть наших горожан Вкусным хлебом Плюс чтобы это было Достойно Вкусно Потому что крафтовый хлеб Это тот хлеб Который выпекается В принципе для Наиболее изысканных потребителей Потому что мы понимаем Что хлеб ручной работы Что такое крафтовый Да, это ручная работа Это дорогостоящая Но при этом Это не запредельные деньги Мы можем каждый Позволить себе Купить такой хлеб Попробовать его И может быть Да, то что мы привыкли кушать Все уйдет куда-то в сторону И кусочек теплого хлеба На завтрак Или там на ужин Заменит что-то другое Подробнее мы узнаем О прекрасных женщинах Нашего города Об их реализации И об их секретах Успеха Через рекламную паузу Пятница Пятницу мы очень любим Особенно пятничные выпуски Программы Тема дня Потому что здесь в студии Мы собираем самых прекрасных Самых очаровательных гостей Которым есть что полезного Рассказать нашему городу Сегодня здесь я, Татьяна Ларина Светлана Никифорова И наши гости Елена Суркова Стилист Имидж-эксперт Сегодня рассказывает Про свой новый курс Измени себя Про преображение женщин Также Наталья Образцова Дизайнер Декоратор Художник И у нас в гостях Ирина Безродная Которая сегодня Рассказывает о своем семейном бизнесе Семейном кафе здорового питания И мини-пекарне Вот то, что на ней произведено Мы сегодня наблюдаем у нас на столе Ирина Вот когда-то все началось Вы рассказали уже с чего Начался ваш бизнес Были ли какие-то трудности в процессе Ведь наверняка Каждый предприниматель Особенно если это женщина С ними сталкивается Ну я еще хочу раз подчеркнуть В связи с тем Что он семейный бизнес Да, соответственно Там присутствовали и мужчины Которые всегда нас поддерживают В самую трудную, наверное, минуту Вот Конечно, трудности Всегда есть Как и у всех То есть В первую очередь Это поиск помещения Да, организация Всего этого процесса Но Так случилось, что И в принципе Случается, наверное, у всех О том, что всегда на пути Встречаются такие люди Которые готовы помочь Да И тут точно так же То есть Чисто случайно Мы нашли помещение Которое нам понравилось Потом нашли художника Который вручную Расписал нам стены В пекарне Также Наши дорогие Близкие родственники Сделали нам Ручные Подставки под хлеб То есть Ручной работы Деревянной То есть У нас вот как-то так Вот все сложилось Что это все такое Натуральное Потом дальше Мы уже Перешли к тому Что начали разрабатывать Рецепты хлебов Ну а тут уже Всех затянуло Всем стало интересно И неважно Это мужчина Или женщина То есть Все начали Зажигаться Вот этими идеями И в результате Вот Возникло то Что возникло И Наша вот Прекрасная пекарня Которая находится В Радужном Всегда готова радовать Вот свежим Теплым хлебом Мы все время Что-то придумываем Новое Изобретаем То есть Какие-то новые Начинки Все время У нас Приходят Клиенты Что-то Просят Такое Вот Интересное Ну получается Что хлеб У вас можно Сделать на заказ Хлеб у нас Можно сделать На заказ Любой И мы В свое время Являлись Единственными Поставщиками Бургерной Буржуй Я думаю Слышали Бургеров Да Это вот Наши бургеры Были булочки Были наши По авторскому рецепту Таких булочек В Твери Больше нет Ну и если кто-то Будет печь То будет Надо Продушить тогда С булочками Это было вкусно Ну вот И будет вкусно И будет вкусно Потом бар Путин Тоже был Ирина Непосредственно Где находится Ваша пекарня Надо как-то Отдельно Или же можно Прийти Вкусный хлеб Который прям вот Ароматом Уже Домашний Такой Да Уют Наша основная Пекарня Находится В районе Радужной В торговом Комплексе Да Там всегда Свежая выпечка Всегда свежий хлеб Здесь вот Присутствует Два вида Да Хлебов Там его Очень много На натуральной Закваске Есть хлеб Ржаной Есть хлеб Ржано-пшеничный Боярский Всевозможный С семечками С курагой С черносливом И еще хочу Кстати подчеркнуть Да Что Вот у нас хлеб Не весь конечно Частично Тот который Дорогой Крафтовый Произведен Из муки Фермерской Фермеры Тоже в нашей области Живут Это семья Бесединах Они в Торжоковском районе Вот То есть все для здоровья Все для здоровья Да С учетом вот прям вот Всех-всех-всех граней Да Мы еще делаем Безглютеновый хлеб Который можно есть Фитнес Который можно есть На ночь Сплошная польза Сплошная польза Понравилось Вот Ирина правильно Заметила Что когда человек Горит своим делом Когда ему нравится Когда он стремится Протвить пользу людям Тут же Вокруг Начинают собираться Люди Которые готовы Сотрудничать Готовы помогать Которым тоже Это становится интересно И получаются очень порой Потрясающие результаты Вот У нас в гостях Также сегодня Наталья Образцова Наталья скажите Вот часто ли на вашем Жизненном пути Встречаются люди Которые вам помогают И с которыми Получаются Варианты вот Сотрудничества Знаете Татьяна Это Просто даже Удивительно Потому что На всем протяжении Моей жизни Именно так и происходит И я совершенно Здесь с вами согласна Что Тогда когда человек горит Видимо он занимается Своим делом Но Я Человек очень многогранный Могу выступать В разных ипостасиях И хочу сказать Что всегда На моем пути Чем бы я ни занималась Всегда я встречаю Людей Которые Слушают меня Которые хотят Помочь мне Которым я могу Помочь чем-то То есть у нас Всегда происходит Какой-то симбиоз Прекрасный совершенно Который что-то приносит Действительно Какие-то бывают Прямо вау проекты Бывает что это проект На один раз Бывает что это Какой-то достаточно Долгосрочный проект Вот Один из моих Чудесных проектов Сидит напротив меня Или я ее Я не знаю Это моя подруга Елена Суркова С которой у нас было Очень много сотрудничества Именно В деловой части Так скажем Серьезного достаточно Да и серьезного И несерьезного Вот Здесь да Только так Получается хорошо Когда ты горишь Своим делом И тогда ты зажигаешь Других Но мало того Что когда ты горишь Сам И еще есть Вот такие грани Которые тебя окружают Да Или люди Да Которые могут тебе Помочь раскрыть Свою грань По-любому И раскрывается То дело Которым ты занимаешься И раскрываешься Ты сам Вот хотелось бы Наталья спросить Вас по поводу Декораций Да Которые вот Новогодние декорации И я так понимаю Что если правильно Декорировать Любое помещение Оно же так же Поможет и Раскрыться женщине Правильно я понимаю Совершенно верно Потому что У нас вообще Как бы Вот эта грань Декораторства Не совсем Востребована А на самом деле Это же очень важно И очень просто Я бы сказала Потому что Все мы женщины Мы все Так или иначе Мы все декораторы Да И вот кстати говоря Декоративный текстиль Да Если мы возвращаемся Вот к вопросу О салоне уюта Занавесочка Это очень важный элемент Не только в новогодней тематике Но также просто в жизни Потому что Иногда трудно сделать ремонт Практически Невозможно Потому что нужно Одно, второе, третье А вот денег нет на то На все Ну когда вы Применяете Какие-то навыки Текстильного дизайнера Или там Приглашаете Текстильного дизайнера То вы сразу можете Поменять мебель Сделать другую обивку И у вас будет новая мебель Потому что как правило Корпусная часть Она долгая, вечная И только обивка у нас рвется Трется Там не знаю Кошки у кого Собаки Потом меняете Шторы на окнах Можете вообще просто На противоположные Поменять При тех же обоих У вас абсолютно Другой получается интерьер Подушки Ковры Это все Текстильный интерьер Все это представлено В нашем салоне Уюта Занавесочка Поэтому приходите Я приглашаю вас Приглашаю радиослушателей Да А где находится Салон Занавесочка Мы знаем Что он сейчас переехал Да Хороший вопрос У нас как раз С этим небольшая заминка Все привыкли Что салон Занавесочка Находился в центре На улице Лидии Базановой Сейчас мы переехали У нас прекрасное Новое помещение На набережной Афанасии Никитина 80 Если кто-то знает Это бывший магазин Молодая гвардия Да Вот И там большое Просторное Красивое помещение Там увеличена коллекция Тканей в разы Надо заметить Что у нас Не просто Большая коллекция Тканей У нас Эти ткани Находятся В наличии На нашем складе Это какие-то Эксклюзивные ткани Или же это Разные 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 ткани У нас есть Ткани И эксклюзивные За Ну приличные деньги Это Итальянские Немецкие Бельгийские Но также Большое количество Тканей Которые может Позволить себе Любой человек То есть Вы не пугайтесь Вы приходите И наши дизайнеры Это очень грамотные люди Профессиональные текстильные дизайнеры Они вам и подберут Любой текстиль И посоветуют И по вашему вкусу И кошельку То есть Здесь совершенно Нет никаких преград У нас Мы все Всегда открыты И я хочу сказать Что Вот опять же Даже несмотря на то Что мы переехали И конечно Часть людей Нас потеряли В какой-то момент Я уверена Что после нашей передачи Люди Придут к вам вернуться Потому что даже я Я знала Что вы всегда были в центре И не придут Ну это произошло Вот только что Так что это здорово Еще раз повторите Ваш адрес Новый Да Набережная Афанасия Никитина Дом 80 Это напротив Центрального пляжа Часы работы Часы работы С 10 до 19 часов Выходные С 10 до 18 часов Обязательно придем Мы женщины Просто обязаны прийти Потому что Как правильно Наталья сказала Мы же все декораторы Да По природе Конечно Татьяна Я думаю Нам нужно сделать вот как Сначала сходить к Елене Посетить ее прекрасный курс Так Хотя бы начать Да Преображаться Преображаться Потом Попробовать Вот такой вкусный хлеб Ну мы попробуем его Конечно Это уже было удовольствие Но мы сможем Да То есть уже во время Так как Елена что сказала Что помимо стиля одежды Красоты Должна быть физическая активность Должна быть Вкусная еда Вкусная еда Манер Удовольствие Удовольствие Конечно И постепенно Мы переходим к занавесочку Где тоже декорируем Свой интерьер Может быть и домашний А может быть и офис Ну в том числе И преображаемся полностью В общем мы продумали План У нас на ближайшее время Уже готов Мы знаем Кому обращаться Куда мы пойдем Еще раз напомним Адреса обязательно Этих прекрасных компаний Вот вопрос кстати У меня к Елене Сурковой возник Которая как раз занимается Преображением женщин То есть этап номер один Да в нашем плане Елена Вот вообще Для кого И для чего Как вы считаете Женщины преображаются Для себя Или для мужчин Или может быть Для кого-то еще Вы знаете Я думаю Мы всегда по-разному Есть женщины Которые делают Это для себя Есть женщины Которые себя любят Или которые хотят Себя полюбить Есть другая категория Женщин Которые делают Это для мужчин Для того чтобы нравиться Для того чтобы все время Быть на пике Каких-то отношений Для того чтобы получать Какие-то новые эмоции То есть это очень разносторонняя Такая программа Для абсолютно разных женщин Разного возраста И разных потребностей То есть здесь они меняются Мои женщины И здесь можно И найти свою вторую половинку И как-то реализоваться в работе И поменять работу Потому что вы меняетесь внутренне В первую очередь То есть получается Если меняемся мы изнутри Мы меняем и взгляды Какое-то притяжение Своего окружения меняется Да Все ваше начинает к вам тянуться А все не ваше Начинает от вас отходить Я уже хочу Есть такая индийская мудрость Которая гласит о том Что изменяя себя Мы изменяем мир И на самом деле Это очень глубокая мысль И то есть ее можно применить Как бы к любому изменению себя Ну то есть по-любому Если это все идет в совокупности То есть это в комплексе Ну это как в любую Сферу деятельности Когда это все в комплексе Так же как вернемся к хлебу Если там какого-то градиента Не будет То будет это уже Совсем другая булочка Или хлеб Так и здесь Если что-то не будет В вашем курсе Это все очень взаимосвязано Он не просто так Четыре месяца Он не просто так Два раза в неделю Он не просто так Он не просто так Потому что сбалансирует Это то количество времени За которое вы изменитесь Я вам это гарантирую А занятия сколько идет? Час, два? Около двух часов Может быть плюс-минус Если это занятие по макияжу То все зависит от того Как вы справляетесь с этим Кто-то работает медленнее То есть индивидуально Да Это вообще Я считаю Что это индивидуальные занятия Это мой первый опыт Такого вот плана И я не знаю Буду ли я в дальнейшем продолжать Потому что я точно знаю Что онлайн такая школа у меня будет Мы готовим ее Вместе вот с этой школой Но будет ли у меня еще очная такая школа Я не знаю Но вот этот курс Я прям хочу вложить в него всю душу Вот так вот Какие энергичные женщины на студии присутствуют Им есть что дать окружающим Души достаточно Да Душа такая многогранная Большая И широкая И русская Тоже можно сказать Да И вот интересно А откуда эти прекрасные женщины Черпают вдохновение Вот Ирина Вот смотрю на вас Ваши горящие глаза Такая стройная Вот да Хотя занимается силой Не смотря на хлебобулочные изделия Да В таком количестве Вот откуда это все Откуда энергия Ну конечно от окружения В первую очередь От родных От близких От любимых От детей У меня их кстати трое Вот Мы это успели Да Даже это успел Вот Соответственно Естественно Когда родные Близкие Друзья Которые тебя окружают Они всегда Находят какую-то Частичку тепла В любой момент Времени года В любой момент Какого-то может быть Не успеха Не удачи Ну Мы все переживаем Да Какие-то кризисы Какие-то переживания Еще что-то Конечно Кто может вдохновить Кроме близких Любимых И друзей Вдохнуть В тебя Надежда Судя по тому Вы же видите У нас погода Нас иногда Вернее чаще Что-то в последнее время Она нас не радует У нас то снег То дождь Солнышко Так редко бывает Поэтому Ну кто нас может вдохновить Ну и плюс Конечно Хорошая компания Вкусная еда Такие вот Женщины Очаровательные Красивые Елена Вот например Да у нас школа Вот мой ребенок Целый год Уже второй год Ходит в ее школу И просто Это не передать Эмоций Всплеск Вот просто Это непередаваемо Вот огромное Это любимое занятие Это любимое занятие Это вот Слова Такие благодарности Вот от мамы Даже не то что от ребенка Вот как от мамы Ребенок изменился Ребенок Вот вы просто Не представляете Как изменился Колоссально изменился Да Хотя мне иногда Хочется Лене Пожаловаться И сказать Лена Я не понимаю Я все время Дочке говорю Я обязательно Лене расскажу Какая ты у меня леди Я думаю Что второй год Мы отучимся И точно превратимся В настоящую леди Как много интересного Есть в нашем городе Оказывается Да И мы узнаем Об этом Вот на наших Прямых эфирах Наталья А вот где вы Черпаете вдохновение В чем? В ком? С вдохновением У меня Собственный роман Если честно Оно сидит Внутри меня И иногда Я даже не знаю Что является Каким-то Да Каким-то Посылом К моему вдохновению То есть Это может быть Просто хорошее настроение Это может быть Что-то красивое Что я увидела В городе Ветка Дерева Просто пение птицы Разговор с хорошим Человеком Это Какое-то Таинство О котором Можно говорить Часами На самом деле И что это такое Никто до сих пор И не знает И не сказал Мы художники В общем-то Народ такой Творческий Творческий Да Но непонятный Тяжело Очень Поддающийся Какому-то Какой-то Формулировке Да Главное Что мы чувствуем Это вдохновение Сегодня в нашей студии Вернемся Через минутку Рекламы А мы снова В прямом эфире Мы появляемся Здесь Вновь и вновь По пятницам Я Татьяна Ларина Светлана Никифорова И у нас сегодня Такая женская коллаборация Потому что мы говорим О женских преображениях Осенью И в преддверии Праздника Новый год Да и по жизни тоже Напомню Кто у нас в гостях Елена Суркова Стилист Имидж-эксперт Наталья Образцова Дизайнер Декоратор Художник И Ирина Безродная Владельца мини-пекарни И семейного кафе Здорового питания Ну И мы говорили Про вдохновение Да Что вдохновение Как сказала Наталья Может возникнуть Вот Спонтанно Мгновенно Не Скажем Без каких-то Особых условий Да Скажем так И вот Вдохновляясь И становясь Леди Кушая вкусный хлеб Я уверена Что наши женщины Будут с каждым днем Все гармоничнее Гармоничнее Елена Расскажите пожалуйста Вот Вы планируете Как вы говорите Индивидуально больше Курс А в тиран Это же будет групповое занятие Сколько Человек будет в группе Как по плану Безусловно Занятие групповое Потому что По моему опыту Занятие в группе Оно Более эффективное Потому что Девочки видят Друг друга Кто как меняется Они между собой общаются Они делятся Своими успехами Это эффективно И у детей эффективно И у взрослых Я набираю сейчас Две группы Это утренняя группа И вечерняя группа Понедельник Среда Больше я Ничего набирать не буду И только Определенное количество Человек То есть у меня там будет Десять человек В каждой группе Да Набор уже идет Там не так много мест Уже осталось у меня Вот Поэтому Ну вот А как записаться К вам на курс? Записаться можно Зайдя на мой сайт Очень просто Можете прям по-русски Набрать Сурковоцентр.ру И на главной страничке Есть все Про вот эту школу Про этот курс И нажать кнопочку Записаться Сначала у меня Все проходят собеседование То есть вы сначала Записываетесь на собеседование А потом уже Пособеседовала Выстраивается Какая-то группа Выстраивается Да Потому что вы должны понять Подхожу ли я вам Я должна понять Смогу ли я вам помочь Только после этого Я уже формирую группу То есть помогая друг другу Да Вы формируете группу И находите что-то там Уже для будущей леди Да Наталья Вот вы занимаетесь Дизайном Декорированием Вы также делаете Новогодние игрушки А как вы пришли В салон уюта Занавесочка Давно ли это случилось Очень тоже Хороший вопрос Я пришла туда Именно как дизайнер И как декоратор Я декорировала Витрины В новом салоне И так получилось Что Общаясь В дальнейшем С руководителем Этого салона уюта Инной Юрьевной Мы поняли Что можем Сотрудничать дальше И у меня были Какие-то интересные Идеи Которые ей понравились Или у нее были Тоже какие-то Замечательные идеи Которые я развела В дальнейшем И вот этот вот Симбиоз Вот это вот Наше сотрудничество Оно влилось в то Что мы поняли Что нам нужно Идти дальше Какое-то время И я очень полюбила Действительно этот салон Я хочу еще раз Подчеркнуть Что Наверное Определяющее слово В этом словосочетании Это уюта Вот действительно Это уют Там уютно все Там уютно персонал Девочки Дизайнеры Это просто Чудесные женщины Которым Многие возвращаются И раз И два И приводят Своих знакомых Друзей То есть у нас Я как коммерческий директор Наблюдаю Движение Клиентов У нас Где-то 80 И даже больше Процентов Возврата клиентов Что говорит Конечно О том Что Люди получили То что хотели Прекрасной работе Во-первых Вашей И ваших Тканей Текстиля Какого-то Дизайна Да Я хочу сказать Что касается тканей Вот Инна Юрьевна Она очень внимательно Сама Выбирает ткани И работает Только напрямую С производителями ткани То есть Те ткани Европейские Которые представлены В нашем салоне Они действительно Напрямую приходят К нам с Германии Минуя Посредников Склады И так далее И тому подобное То есть цена Напрямую От Производителя То есть это цена Плюс растаможка Ну чтобы было понятно Так как любой может Человек С любым достатком Прийти к вам Конечно Да И плюс Это говорит о том Что у нас Нет конкурентов В городе Потому что Наши ткани Эксклюзивны Вот Очень много Зависит от производителя Потому что Я вот когда Начала заниматься Текстилем Сейчас погрузилась В эту тему И с удивлением Обнаружила Что Есть Какие-то рисунки Есть какие-то ткани Которые делают Разные производители И от этого Зависит качество Этих тканей То есть Если раньше Как декоратор Я говорила А здесь нужен горошек И я не задумывалась Чей это будет горошек Это будет Китай Или это будет Турция Или это будет Германия А сейчас Я уже прекрасно знаю Что В зависимости От переплетения Нити В зависимости От состава ткани Это все очень важно То есть Ваше Ваше изделие Не будет перекошено Ваше изделие Будет Служить вам долго И оно будет Радовать вас Ведь что мы покупаем Когда мы хотим Прийти в магазин Где продаются вещи Для декораторства Что мы хотим Мы не хотим Купить ткань Мы хотим Купить эмоцию Конечно Чтобы мы всегда Смотрели на это окно И радовались А не то Что смотрели И видели Какой-то недостаток А бывает и такое К сожалению То есть Получается Что можно прийти В ваш салон И подобрать На любое окно Потому что Вот мы сейчас Разные у нас Дома разные Разного цвета Фасона Фасона Вы хотите Это будут шторы Хотите Это будут рулонные шторы Или какая-нибудь Римская штора Выбор огромный То есть Вы можете Просто прийти С фотографией Вашего окна И сказать Что вы примерно хотите Или там С фотографией Из какого-то журнала А наши девочки Дизайнеры Они уже доведут Это до ума Они вам скажут Какое количество Складок должно быть Как должна быть Ткань вывешиваться Это специальные люди Вы никогда не купите Ткань И не повесите ее И она не будет У вас смотреться Ну Вы может быть Но не все Не все это могут сделать Не с каждой тканью Потому что Они по-разному Ложатся По-разному Драпируются Это все Большой-большой Такой Кусок Информации О которой я очень могу Долго говорить Мне просто Это сейчас Меня от этого Прямо Прет Что называется Вдохновляет Вдохновляет Да Вопросы вдохновляет Меня это так вдохновляет Я просто хожу И трогаю Вы знаете Это необыкновенное Тактильное удовольствие Я кстати Всех приглашаю Просто Вдохнули К нам в салон Потому что Это необыкновенное удовольствие Ходить и трогать Это бархат Это лен Это какие-то Необыкновенные вещи Ну вообще ткань Она же приятная Совершенно верно Да И вот тогда Вот действительно Когда идешь по нашему салону И трогаешь Это еще ковры лежат Разные структуры Разные фактуры Действительно Наступает вдохновение Потому что Кажется что Ой А я вот там У себя заменю Что-то такое Я значит Сделаю здесь Вот такие подушки Ну Всех приглашаю Действительно Не пожалеете У нас Перехватывает дыхание Когда в салоне Находится профессионал Еще вдохновленный Они и нас всех Я чувствую Вдохновляют Всех наших Зрителей Слушателей Вот Ирина Вы руководитель Кафе семейного Здорового питания Значит Вы наверное Сами уважаете Здоровый образ жизни Может быть даже Его ведете Ну конечно Мы все Сейчас Наверное Стараемся Поддерживаем Здоровый образ жизни Естественно Нам хочется Кушать Натуральные продукты Да Мы занимаемся Спортом Смотрите Сколько у нас Спортивных залов Открылось Такого никогда Наверное не было Да Мы занимаемся Скандинавской ходьбой Мы занимаемся Танцами Кто-то занимается Танцами То есть все Пытаются Как-то Вести здоровый Образ жизни Соответственно Также и мы Пытаемся В своем Кафе Накормить Людей Вкусной Здоровой Самое главное Полезной Пищей Вот То есть Тоже Блюда наши Приготовлены В большинстве Своем Из Продуктов Местных фермеров То есть Это и мясо Это и птица Это Ну соответственно Наш вкусный хлеб Да Это пироженки Это Всевозможные Салатики Да Со свежей зеленью С фруктами Там С Овощами Естественно У нас Есть Чем Вкусно Угостить Наших Гостей Мы всегда Их ждем И будем Всегда им рады И на завтраки И на обеды И просто на ланче Ой Покушаем Во время музыкальной паузы Не переключайтесь Скоро вернемся У нас сегодня Наша любимая Пятничная программа Тема дня Тема дня У нас сегодня Женские преображения Как мы выяснили Они бывают разными Потому что Женщины Очень разносторонние Личности И Они могут Быть И прекрасными Леди Чему могут Научиться У Елены Сурковой Это наш эксперт Программа Также Они Могут Прекрасно Приводить В порядок Своё жилище Декорировать Все мы К этому Способны Особенно Если будем Этим Заниматься Более плотно Наталья Образцова Дизайнер Декоратор Художник Тоже у нас Сегодня в гостях Ну а Ирина Безродная Нас сегодня Накормила Что уж греха Таить Пока была музыкальная Пауза Мы не выдержали И уже Отведали Круассанов Из семейной Пекарни Отведали хлебом Очень пахнет Это очень вкусно Очень свежо И я чувствую Что это еще и полезно Потому что Мультизерновой хлеб Значит тут Много Зернышек Полезных Здесь А энергия Это энергия Внутри мед и имбирь Мед и имбирь То есть Очень интересное сочетание Очень вкусно Запах Запах да Просто Запах выдает Талантливого человека Самое главное Что это сделано с любовью Вот это самое главное И неповторимое Вот такой булочки Больше не будет Вот сейчас мы съедим Эту булочку И такой булочки Больше не будет Такой вкусной Да И такой жующий Мои сведущие Тоже Такой счастливый Когда я еще увижу Давай сделаем Традиции Кушать на каждой передаче Да Многогранные личности У нас сегодня в гостях Наталья Вот как вы уже сказали Вы и игрушки новогодние делаете Вы и в салоне занавесочка Вы и Что-то еще Вы дизайнер Художник Вот может быть Какая-то грань Из этих перечисленных Является основной Когда-нибудь приходилось Делать выбор Непростой В жизни На что обратить внимание Как расставить приоритеты Или они дополняют Друг другу эти грани Думаю да Светлана Вы правы Скорее всего Они дополняют Конечно В моей жизни Были серьезные работы Чего уж греха таить Где мне конечно Приходилось Своего художника Уже куда-то На задний план Отправлять И на сегодняшний день Работа коммерческого директора Это вполне себе Серьезная работа Которая Ну в меньшей степени Как-то относится к творчеству Хотя и в ней Есть тоже творческие моменты И я действительно Просто влюбилась В этот салон В его хозяйку В девочек Которые там работают И я вдохновляюсь И с удовольствием Хочу всем до всех донести Насколько это здорово Насколько это доступно Насколько это полезно Каждому из нас Потому что Ну Когда вокруг нас Красиво Мы опять же Тоже начинаем меняться Конечно Меняется наше настроение Меняется наше восприятие мира Меняется отношение в семье Потому что Это чистота Это гармония Это очень важно Для нашего психического здоровья Поэтому Наверное Сначала я вам сказала Нет А теперь скажу Да Все во мне сочетается Я каким-то образом Все время все сочетаю Ну потому что Это дополняет друг друга Это правда Нет Сегодня вот у нас Очень замечательный эфир Программа И три наших гостя Они дополняют друг друга Я тоже почувствовала Эту гармонию Потому что Много гостей Это определенные сложности Бывают А у нас сегодня нет сложности Да Сегодня как-то так Очень Дополнение идет Каждая имеет свою изюминку Но вместе Это получается Такой красивой Красивая коллаборация Наша любимая Наша любимая Да Классанс изюм Классанс изюм Да И Ну я думаю Что Я не просто думаю Я уверена Что После Начала обучения У Елены Сурковой В ее школе Юных леди Но юных леди Но юных леди Это нет Мы уже не подходим Под юные леди Мы конечно будем Почему нет Почему нет То есть Вы Светлана И вы Татьяна Придете ко мне учиться Ну если вы нас возьмете Ну хотя бы не юными леди Ну не юными Да Если мы найдем Собеседование Да Приходите хотя бы На собеседование Хорошо А когда нужно пройти Собеседование Елена Собеседование нужно пройти В ноябре Уже Уже пора Уже пора У меня в школе На Новоторгской 7 Да Ну конечно Предварительно позвонив И предварительно Оставив заявку Вот на сайте На моем Сурковоцентр.ру Вот И в общем-то Да Я уверена Что сегодня Наши слушательницы И которые нас Слушают по радио И по телевидению Смотрят Они захотят Пройти собеседование Ну понятно Что нужно зайти на сайт Оставить там заявку А если они не попадут Вот не смогут Или же вы примите всех Нет конечно всех То есть не такого Что на стоп Вы не поставите Нет Я приму всех Кто захочет Ко мне прийти Потому что Самое главное требование К женщине Которая должна У меня учиться Это ее желание Я не могу Заставить женщину Измениться Только желание А выгнать можете Если что-то Не так Ну такого Не было у меня Еще никогда Я не знаю Что должно случиться Чтобы люди Которые ко мне ходят Это все не полюбили Так же как и я Вот так все оптимистично У нас рекламная пауза Потом обязательно Продолжим обсуждать Женские преображения Не переключайтесь Программа Тема дня В прямом эфире Наша тема сегодня Женские преображения Общаемся мы Я Татьяна Ларина И моя соведущая Светлана Никифорова Мы уже Довольны И сыты Что интересно К концу эфира С такими запахами В студии Да И с такими Очаровательными гостями У нас сегодня В гостях Наталья Образцова Салон Навесочка Дизайнер Декоратор Художник А также Елена Суркова Стилист Имидж-эксперт И Ирина Безродная Мини-пекарня Булочная лавка И кафе здорового питания И кстати говоря Что по поводу кафе Это же не только Место встреч И место где можно Вкусно поесть Это то место Где можно Узнать что-то новое Повеселиться Приятно отдохнуть Почувствовать Атмосферу праздника А значит Наверняка Ирина Вы планируете Проводить Какие-то мероприятия В вашем кафе У нас Часто проходят Детские мастер-классы И вот сейчас Мы хотим Попробовать Не мастер-класс А встречу Вот Друзей Наверное Может быть Людей Достаточно Интересных Которые Готовы Раскрыть Свои Возможности Таланты На наших встречах Встречи будут Называться Рафинато Бранч Они будут Проходить По субботу В нашей кофейне Которая находится На Новотошской Сем со стороны Свободного Переволока Кофейне Называется Брефе Мы всех Приглашаем Первая встреча Будет в ноябре Дату Мы сообщим Дополнительно Но я думаю Что будет интересно Мы будем Рассказывать О красоте О здоровье О здоровом питании Конечно же О нашем вкусном хлебе Угостим всех Нашими вкусными Пироженами Может быть К нам придет Декоратор И поможет Нам преобразить Нашу кофейню Завите Декоратор Всегда Итальянского декоратора Мы просто хотим Сделать Такого своего рода Клуб Для женщин Где женщины Могут в субботу С утра Встретиться Обсудить Какие-то проблемы Какие-то интересные темы Что-то для себя Интересное узнать Так случилось Что Помимо того Что Ирина Девочка Второй год У меня в детской школе Учится Мы еще и находимся Рядом У меня школа Тоже новоторгская семья Я очень люблю Эту кофейню И хожу туда Пить изумительный кофе С такими вкусными Курасанами Поэтому мы решили Такие мероприятия Проводить Они будут И о красоте И о дизайне И о здоровом питании Темы будут все время Разные Но мы хотим Чтобы Как можно больше Женщин к нам Приходило Знакомилось А как часто Они будут проходить Каждую субботу Или там раз В неделю В месяц Раз в две В две недели Чтобы Еще раз Ирина Напомните Где будут проходить Такие мероприятия Мероприятия будут проходить В кофейне Брефе Новоторгская 7 со стороны Свободного переулка Мы вас ждем Рабочее время у нас Утром С 8 утра Так что приходите С утра На наши вкусные завтраки Самое главное На самый вкусный Ароматный кофе Я вас просто уверяю Попробовав наш кофе Вы не уйдете от нас Наталья Расскажите Про занавесочку Еще раз Ваш новый адрес Всех приглашаем В наш новый салон Уюта Занавесочка По адресу Набережная Афанасия Никитина Дом 80 Хочу сказать Что у нас Многие ругаются Что нет парковки Паркуйтесь пожалуйста Со стороны С другой стороны Со стороны Пляжа Центрального Там очень большая парковка Ждем вас С удовольствием Поможем Придем Спасибо большое Что пригласили И приглашаем всех К Елене на курс Конечно В конце ноября Да Елена В конце ноября Начало декабря Записаться можно Повторяю На моем сайте Сурковоцентр.ру Записаться на собеседование Посмотреть там всю программу Там все подробно и сложено Все что будет Сколько часов То есть вся-вся-вся программа Конечно приходите Дорогие женщины Преображайтесь Любите И не забывайте Вкусно и полезно кушать Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому